Библейский портал экзегет.ру представляет 71-й псалом, читаю его в переводе Российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Этот псалом носит подзаголовок о Соломоне, такой неожиданный подзаголовок. Есть еще 126-й, в котором похожий подзаголовок. Причем псалом не Соломона, а о Соломоне. Давид его написал о своем сыне Соломоне. Не похоже, здесь нет отцовской позиции. Кто-то другой сложил его о Соломоне? Да, похоже. Может быть, это вообще такой Соломонов псалом, который, как Давидовы псалмы, но Давидовы псалмы, они скорее про борьбу с врагами, потому что Давид очень много воевал, сражался, а Соломон, он совсем другая фигура в Писании, это состояние покоя, благополучия, изобилия такого царства, в котором все хорошо. И вот здесь мы видим ровно такое царство. Итак, о Соломоне. Даруй, Боже, царю справедливость твою, правосудие твое царскому сыну. Пусть по правде судит он твой народ и решает справедливо тяжбы бедняков своих. Пусть на горах мой народ благоденствует, пусть на холмах зреют плоды праведности, пусть он тяжбы обездоленных решит, спасет детей бедняка, угнетателей истребит. Пусть боятся тебя из рода в род, пока светят солнце и луна. Пусть дождем он прольется на луг, ливнем землю оросит. Пусть праведник процветает при нем, пусть изобилует счастье, пока светит луна. Пусть он правит от моря до моря, от реки до краев земли. Пусть звери пустыни падут ниц пред ним, и враги его пусть лижут пыль. Цари торшиши островов пусть везут ему дань. Цари совы и сивы пусть дары несут, пусть склонятся пред ним все цари, все народы пусть служат ему. Он спасет тех, кто беден, кто зовет заступников, тех, кто нищ, кому никто не поможет. К бедняку и нищему он будет милосерден. Обездоленным он поможет, от насилия гнета избавит их, ведь их жизнь для него драгоценна. Пусть живет и здравствует он, пусть золота у него будет больше, чем в Аравии. Пусть всегда молятся за него, благословляют его каждый день. И настанет в стране изобилие хлеба. На горах плоды будут как наливания, людей в городе что травы. Да пребудет его имя вовек, пусть его род не прервется под солнцем. Для всех народов он станет благословением и счастливым его назовут. Благословен Господь Бог, Бог Израиля, только Он творит чудеса. Благословенно и славно его имя вовеки. И пусть наполнится его слава и земля. Аминь, аминь. Конец молитв Давида, сына Исея. Ну, сначала комментарий к самому последнему. Конец молитв Давида, сына Исея, как? 71 псалом у нас еще примерно столько же впереди, даже чуть больше. Но вот это конец второй книги. То есть вторая книга, она Давидова, и первая тоже Давидова. Не все псалмы наверняка написаны Давидом, но здесь вот фигура Давида в самом центре. Более того, дальше у нас будут псалмы, которые носят тоже надписания, связанные с Давидом, 85-й, 100-й, еще несколько. Вот, но, скажем так, вот здесь блог, который связан именно с Давидом, закончен. И закончен он очень логично. Псалмом о Соломоне, о сыне Давида. Это молитва благословения, развернутое благословение царя, который восходит на престол после Давида. Вполне вероятно даже, что ни одного Соломона, а вообще вот благословение. Пусть твое царство будет подобным правлению Соломона. А из чего состоит это благословение? Даруй Боже царю справедливость. Что ему даруй? Ну вот, много есть гимнов таких царских. В России был гимн Боже царя храни. Да, о чем там говорится? На славу нам, на страх врагам. Это не главное. По псалтире это не главное. Главное справедливость. Чтобы царь осуществлял право судья. Пусть по правде он судит твой народ. А побеждает он врагов, не побеждает. Это важно, но это вторично. Потому что можно всех врагов победить и установить жесточайшую диктатуру. Беззаконие в своей стране. И хорошо ли тогда, что ты всех врагов победил и всем им навязал эту свою диктатуру. Ничего хорошего. А вот если у тебя в стране справедливость, если ты победил преступление, и в твоей стране зло карается, то это и есть лучшая победа над врагами. Пусть боятся тебя из рода в род, пока светит солнце и луна. Оно бояться в каком смысле? Бояться, опять-таки, можно жестокого тирана, злобного. А можно бояться того, кто придет и накажет любое преступление. Того, кто устанавливает справедливость. И для чего это нужно? Пусть праведник процветает, пусть изобилует счастье, пока светит луна. И только потом пусть он правит от моря до моря, от реки до краев земли. И река, видимо, Ефрат, ближайшая крупная река, которая действительно знакома израильтянам. Это вот такая восточная граница, до которой почти не добирались. Но, в общем-то, это вот такая идеальная граница от моря до моря, то есть от Средиземного до Красного. Гораздо шире, кстати, территории, которая реально контролировалась царями израильскими и иудейскими, или сегодняшним государством Израиля. Звери пустыни падут ниц пред ним, и враги его пусть лежат пыль. Да, вот на страх врагам тут тоже есть, и на славу нам, но не в первую очередь. Пусть привезут к нему дань цари Таршиши, это дальняя западная область, цари Савы и Сивы, это южные области в Аравии, где-то Йемен и тому подобные места. Несут ему дары, но во вторую очередь. И потом опять он спасет тех, кто беден, кто зовет заступника, к бедняку и нищему он будет милосерден. А это уже несправедливость, это уже помощь, это уже солидарность. То есть первое, справедливость без этого вообще никак, правосудие. Второе, это международное признание, победа над врагами. Третье, это милосердие, социальная защита. Вот чем должен заниматься царь. А и после этого пусть живет и здравствует он, пусть золота у него будет больше, чем в Аравии. Ну, такое представление, что в Аравии очень много золота. И тогда в стране настанет изобилие хлеба. Плоды, как на Ливане. Ливан очень хорошая местность для сельского хозяйства. Там осадков много, гораздо больше, чем в Палестине, стране Израиля. И пусть для всех других народов он станет благословением. То есть будут благословлять и говорить, пусть там каких-нибудь царей, я не знаю, маавских и так далее. Пусть твое царство будет подобным царствованию Соломона в Израиле. Вот, собственно, рецепт. Справедливость, она же правосудие. Победа над врагами и международное признание. И социальная помощь тем, кто беден, кому эта помощь нужна. И это и есть образцовое государство. И все это, конечно, только по благословению свыше. Благословен Господь Бог, Бог Израиля, только Он творит чудеса. Но, вообще-то, чтобы жить так, нужно, чтобы сотворились чудеса. В обычной жизни это крайне редко удается. И пусть наполнится Его слава и земля. То есть это не просто пусть нам будет хорошо. Хотя, конечно, любой народ, любое государство хочет процветать. Хочет жить в мире благополучия, изобилия и справедливости. Но это еще и способ проповеди. Это еще и средство показать всем окружающим народам, что Господь есть действительно Господь в этом мире, не только для израильского народа. Конец молитв Давида, сына Иисея. А следующий, 72-й, конечно же, откроет у нас третью книгу Псалтили, третью ее часть, которая будет несколько иной, но темы в основном будут повторяться. Субтитры создавал DimaTorzok